Добро пожаловать в наш канал! Лично так же, как старый добрый рафт. Ты появляешься на плоту, вокруг тебя плавает акула, очень, кстати, страшная и больно кусающаяся, да? Вот так вот тебе! На тебе! Но это ей ничего не даст. Но, ребятки, помимо этого, сразу первое, что бросается в глаза, это наличие небольшой лодочки, ну, так называемой. Вообще, это больше выглядит на какой-то мини-плот, но при кратке мы называем ее лодкой. Вот так вот. И, как вы видите, вдали у нас есть остров. Нажимаем на остров, перемещение, одна минута, нажимаем плыть и, естественно, плывем. Время пути, одна минута, двадцать секунд. Но, благо, у меня есть монеты, которыми я могу воспользоваться и попасть намного быстрее. Хорошо, мы оказались на острове и, ребятки, это самое большое отличие, которое я пока что нашел, в соответствии с рафтом. У нас есть куча всяких различных мобов, которых нам надо убивать, чтобы выжить, иначе они убьют нас, и мы умрем. Вот у нас есть паук-переросток, ну, я его, по крайней мере, так называю. У меня, к сожалению, пока нормального оружия нету, но, тем не менее, я справляюсь и обычным копьем. Собираем с него ресурсы, причем ресурсы с него могут падать различные, рандомный лут, и что очень круто, и приближает нас, знаете, к РПГ-играм. Это очень классно. Собираем ресурсы, видим впереди крабика. Давайте подойдем к нему и попробуем его атаковать. Сначала убьем пауков, потому что они более опасные, кстати, тут очень много. На этом острове их действительно много, и это опасно. Я попробую справиться с ними так, чтобы меня не задамажили. У меня 130 хп, и терять их я не желаю. Хорошо, убиваем. А теперь где-то у нас здесь был крабик. Я его вижу, и попробуем убить его теперь. Раз, и он меня дамажит. Черт возьми, эти крабы сумасшедшие. Хорошо, давайте залутаем их. В нем я нахожу банку консерв, паука, мы посмотрим, что. Так, солому, так, и водичка. Вода всегда пригодится, как-никак выживаем. А здесь у нас еще и бинты. Помимо бинтов, и хорошая уже обработанная ткань. То есть, бинты еще надо обрабатывать, а ткань уже сразу готовая. И мне это определенно нравится. Хорошо, идем дальше. Давайте посмотрим, вскроем коробочку. Так, в коробке мы находим три бинта. Кстати говоря, ребятки, мы можем удвоить наш результат и получить шесть бинтов. Но для этого нам придется посмотреть небольшой видеоролик. Делать этого я, конечно же, не буду. Но вы, и я вам, конечно же, рекомендую обязательно это использовать. Так, здесь мы находим медь и находим руду. Довольно-таки редкие материалы, и это стоит удвоить. Чем я, в принципе, и займусь. Хорошо, ролик я посмотрел. Как я говорил, все удваивается, и мы забираем двойную награду. У нас есть еще один большой ящик. Надо обязательно его посмотреть. Здесь у нас тоже руда, медь и доски. Деревянные доски, на самом-то деле, не такой редкий предмет, но медь, как вы уже поняли, довольно редкая. Удваиваем. Хорошо, забираем свою награду. И, по-моему, на этом острове у нас уже больше ничего нет, и нас здесь ничто не ждет. Поэтому я предлагаю отправляться домой и не задерживаться. Хорошо. Так, мы вернулись на плод. У нас есть небольшое задание. Кстати, да, ребятки, здесь есть задание, которое следует выполнять, если вы хотите получить крутецкие бонусы. Заберем нашу водичку. Я немного переработал. Так, с инвентаря давайте водички попьем, потому что у нас довольно-таки неплохая жажда была. А жажду нужно утолять, и можно покушать. Хорошо. И единственное, что я сейчас сделал... А, нет, не сделал ошибочку. Все хорошо. Водичка у меня находится в быстром доступе. Я думал, я потерял бутылки, и я бы тогда, если честно, огорчился. Через инвентарь перемещаем бутылки вместо обычной воды. И закидываем бутылочки в дожилок. Также предлагаю закинуть рыбку. У меня есть пару рыб... Стоп, это не то. Вот эту рыбешку. Пускай приготовится. А рыбы много не бывает. Это все еда. Она нам пригодится. Хорошо. Нам предлагают расшириться, чтобы выполнить задание. Давайте построим тростниковый фундамент. Который на самом-то деле много не требует от себя. Немного соломки. Ну и, конечно же, молоток для работы. Без этого никуда. Так, один сюда мы поставим. Второй сюда. Тихо, тихо, тихо. Я что, промахнулся? Я не мог промазать. Так, ночью в океане ничего не видно. Однако ресурсы сами себя не найдут. Надо поставить факел. Окей, мы это сделаем обязательно, когда достроим фундамент. Думаю, ребят, вы будете непротив, да? Хорошо, здесь есть и выход к лодке, чтобы я не падал, когда шел. И нормально заходим на лодочку. Вот так вот. Мне нравится гораздо больше. Хорошо, нам нужно сделать факел. Давайте посмотрим, что нам нужно для факела. У меня все есть. Хорошо, давайте соберем. Ну и, конечно же, его поставим. Где бы его разместить? Я думаю, посередине будет красивее всего. Вот так вот. Вот так, по-моему, ему очень даже неплохо выглядит. Так, там летит сундук. Я бы хотел его, конечно же, забрать, если я его не прогавил. А, отлично. Подцепили. Все как надо. Так, это ящик с дублонами. Открой вы и получи монеты. Хорошо, спасибо большое. Обязательно его откроем и посмотрим рекламный видеоролик. Как-никак, дублоны это донатная валюта и получать ее всегда приятно. Ну что ж, с этим разобрались. Что у нас надо дальше? Станция печь. Хорошо, давайте разместим печь. Что нам нужно для печи? Хватает ли у меня ресурсов? Да, у меня все есть. Отлично. Давайте тогда ее поставим. Я думаю, можно ее поставить где-то возле уголка. Все равно будем расширяться по периметру и она останется внутри. Хорошо. Вот к этому экране ты представляешь сам себе. Так, хорошо. То есть сюда я могу закинуть различную руду, которую мы нашли. И что-то из этого скрафтить. Например, вот слитки я могу сделать, потому что мы с вами находили нужную руду. И, по-моему, это то, что мне сейчас надо. Или же металлические пластины. Давайте посмотрим, что мне надо будет для крафта. Так, здесь мне предлагают просто сделать стены из тростника, что не очень-то у меня сейчас стоит в перспективе. Так, я посмотрел видеоролик с дублонами. Получил три дублона. Поэтому все правда. А дублоны дают. Я могу вам только рекомендовать. Хорошо. Мне предлагают построить стены. Я не сильно хотел бы строить стены, потому что все будет тогда в них и не будет ничего видно. Но, коли этого требует задания, давайте одну стенку поставим. Тем более много мне их ставить не нужно. Поэтому где-то, я не знаю, где бы ее поставить. Давайте где-то вот здесь, чтобы она мне не мешала. Так, хорошо. Мне нужно две стены поставить, поэтому нужно сделать еще одну. Благо ресурсов как раз на две стены и было. Это отлично. Но я поставлю рядышком с кухонькой, чтобы все было видно. И ничто, ничему не мешало. Хорошо. Восстановите здоровье. Так, дота не придет. Так, ну, нужно сделать бинты. Точнее, нужно их использовать. Давай. Используем бинт. Или не используем. Можно его сделать. Так, произвести нужно бинт. А где мне его тогда произвести? Хм. А вот наши бинты можно собрать. Для бинтов мне понадобится ткань. Ткань мы находим в пауков, поэтому однозначно нам придется бегать на острова, и чем чаще это делать, тем лучше. Хорошо, это мы выполнили. Нужно сделать две опоры. Деревянные доски. Так, собраны 25 из 10. 20 из 10. Так, а вот и акула. Привет, моя хорошая. Иди-ка сюда. Я с удовольствием наде... Ух, ты еще ядрен, батон. Чуть не убила. Ты представляешь, братишка? Еще бы чуть-чуть и сожрала. Нет, так не пойдет. Этого нам не надо. Хорошо, с этим разобрались. Я уже забыл, что нам там надо делать. С испугу доски я словил, надо сделать опоры. Где у нас опоры? Вижу опоры. Это для того, чтобы мы смогли сделать второй этаж, друзья. Если кто вдруг не знает. Кстати, возможно есть такие, кто не играл в рафт. Это оригинал игры, потому что океан это аналогия. А я, конечно же, всем рекомендую сыграть и в оригинал. Довольно неплохая игра. Вот здесь где-то поставим. И ей стоит уделить время. Так, это сделали. Второй этаж. Для второго этажа нам нужно поставить лестницу. Это однозначно легко. Делаем лестницу. И размещаем. Где мы ее разместим? Я думаю, с этой стороны будет очень даже неплохо. Теперь мы можем подняться по лестничке и посмотреть, как здесь дела. Так, хорошо. Деревные основания. Нужно приготовить и... Хм... Ну вот это только то, что я вижу. Вроде бы, если я не ошибаюсь, больше ничего здесь нет. И я, в принципе, могу ее поскорротить. Благо, количество ресурсов не позволяет. И ставим первую доску, которая будет образовать наш потолок. И пол на втором этаже. Хорошо, что нам нужно дальше? Металлический молот. Создан металлический слиток. Так, хорошо. Нам нужно сделать металлический молот и металлический слиток. Давайте посмотрим. Металлические слитки. Вижу. Давайте поставим их готовить. Готовятся они две минуты. А где же сделать металлический молот? Я предполагаю, что где-то... Что случилось? Что такое? Так, нам предлагают добавить друзей с соцсетей. Мне это неинтересно. Я, пожалуй, откажусь. Пока что. Хорошо. Так, металлический молот. Крат. Поищем здесь металлический молот. Если честно, что-то я его не наблюдаю. Железный молот. Вероятнее всего, имелся в виду именно он. Давайте сделаем и улучшим наш деревянный. Хорошо. Это есть. Задание мы выполнили. Осталось установить верстак. Так, верстак. Переходим в меню крафта. Ищем здесь верстак. Находим его. И для верстака мне уже понадобятся гвозди. А для того, чтобы сделать гвозди, отправляемся к печи. Выбираем гвозди. Так, у нас все слоты заняты. Так, открыть новый слот можно только за монеты. Это означает, что нам придется ждать, потому что монетки тратить мы не собираемся. Я думаю, на этом мы с вами закончим обзор. Если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. Всем спасибо, друзья. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok